В археологическом отношении оружейные кремния являются достаточно частой находкой на памятниках XVII, XVIII, XIX века. И на полях сражений, и на местах локализации военных лагерей, и в городах, и в сибирских острогах эта находка довольно распространена. Опять-таки, чаще всего на ранних памятниках, допустим, раскопки Борисова городка, первой половины XVII века, мы видим, что кремень здесь достаточно формы кустарной, видимо, изготовлялся там же на месте. А уже в XVIII веке кремень достаточно стандартной формы, потому что он уже применялся в едином французском замке, который был в начале XVIII века принят на вооружение как единый. В XIX веке только у нас выходят различные сочинения технического характера, где четко описываются все метрические характеристики этого изделия, каким он должен быть кремень, какой из них пистольный, какой из них ружейный, какие он должен быть размеры, там же описывается, какое он должен иметь качество. То есть эти описания и эти, скажем так, метрические характеристики, они уже относятся к эре заката кремниевого оружия у нас, и как раз, вероятно, связаны с тем, что собственное производство у нас налаживалось, потому что кремень покупной из-за рубежа, он, видимо, в такой стандартизации не нуждался, поскольку уже был изготовлен по европейским стандартам, соответственно. Это вот еще одно свидетельство того, что, скорее всего, да, такой ренессанс собственного кремниевого производства в XVIII веке у нас произошел. Ну, в целом по России понятно, а что же у нас в Туле? Все-таки, как-никак, оружейная столица. Производится огромное количество огнестрельного оружия, оно нуждается в испытании, оно нуждается, скажем так, пристрелке. На руках у населения тоже множество оружия. Существует, используется и охотничьего, и гражданского. Было ли здесь какое-то производство? Ну, вопрос достаточно сложный. Во всяком случае, при раскопках в городе Туле, в коих, как известно, было осуществлено множество, обнаружено достаточно приличное количество оружейного кремня, в разных частях города, в слоях, начиная с XVII и заканчивая XIX веком. Ну, скажем так, кремниевые изделия, найденные в городских слоях Тулы, они относятся не только к, скажем так, к ружейному кремню. На территории города современного существовали поселения догородские ранних эпох, в том числе каменного века, раннежелезного века, и в эти эпохи кремень использовался в качестве материала для изготовления орудий труда. И такие находки, они тоже, скажем так, в Туле известны. Допустим, в Заречье в одном из раскопов был обнаружен объект, в который объекты похерани железного века, он был заполнен керамикой этого периода, и там было обнаружено несколько таких орудий и отходов кремниевого производства. Древние люди тогда, скажем так, эти вещи использовали. Можно, в принципе, спутать одно производство с другим. Первая и, наверное, самая представительная находка оружейного кремня была осуществлена у нас в 1989 году при археологических работах в Тульском Кремле. Там был, к сожалению, в слое Перекопа, но был найден достаточно монолитный комплекс оружейного кремня. Вот он. То есть, вероятно, как вы видите, кремния изготовлены практически из одного сырья, изготовлены достаточно аккуратно, с соблюдением всех, скажем так, норм. Предметы достаточно однотипные, и ни на одном из них нет следов использования. То есть это вещи, изготовленные, которые, вероятно, в одном из каких-то помещений, находящихся на территории Кремля, хранились. И выпали в слое единовременно в результате какого-то события. Одним из вариантов этого события может быть пожар в Кремле 1699 года, после которого, собственно, Кремль уже не имел того значения, которое он имел до этого. И хранение оружейных припасов уже, по-моему, в 1728 году тульский арсенал был создан, и уже это была передана функция тульскому арсеналу. Ну, видимо, вот с этим связано падение вот этой серии оружейного кремня. Ну, к сожалению, определить конкретное его происхождение очень сложно. Вполне возможно, что он является, этот Кремень, скажем так, производство нашего, происходит из фабрики, которая располагалась неподалёку от Серпухова. Серии схожих кремней были обнаружены неподалёку при раскопах на улице Энгельса. Ну, здесь у этих кремней уже всё-таки несколько иной характер, и, вероятнее всего, это вещи импортные. Они и обнаружены в слоях XVIII века, и, скажем так, по стилю изготовления больше походят на вещи привозные. Они тоже не имеют на себе следов использования и, скажем так, вероятно, являлись товаром для, скажем так, продажи их в тульских торговых рядах, потому что раскопки 1914 года рядом с этим местом выявили, там локализовался в XVIII веке довольно крупный торговый квартал, там были крупные торговые склады, и, вероятно, одним из товаров там хранящихся был и оружейный кремень. Также известны находки достаточно нестандартных изделий именно по размеру. Это весьма крупные кремниевые изделия. Интерпретироваться они могут двояко. То есть, либо это кремнии кресальные, которые могли использоваться в раннюю эпоху для того, чтобы воспламенить фитильный замок, когда ещё действовала фитильная система воспламенения пороха, либо они могли использовать в качестве кресал бытовых уже в более позднюю эпоху. Ну и один из вариантов, что по своим метрическим характеристикам эти изделия подходят под так называемые артиллерийские кремнии, которые использовались в корабельных пушках. Они имели увеличенные размеры, потому что сам замок имел достаточно крупный размер. В Туле такие замки тоже производились, артиллерийские. Один из образцов 1838 года, артиллерийского замка, изготовленного в Туле. И вот здесь представлены метрические характеристики орудийных кремней. В принципе, эти изделия под эти характеристики подходят. Наиболее массовой находкой в Туле являются вот такие кремнии, скорее всего, местного производства, из жёлтого, коричневого, серого, валунного кремня, которые в изобилии находятся на берегах реки Упы. Ну, вероятнее всего, использовались эти кремния в, скажем так, гражданском огнестрельном оружии, либо для тех же, скажем так, испытаний огнестрельного оружия, изготовляемого кустарно. Обнаруживаются они в основном на территории жилых городских усадеб. И они, как вы видите, совершенно не однотипны, они разнородны по своей морфологии. И вопрос, изготовлялись ли они централизованно, или изготовлялись они каждым владельцем оружия для себя, он до какого-то времени оставался открытым. Ну, об этом мы ещё поговорим дальше. Ну, и такие атрибуты, как я уже говорил, свинцовые оправы для оружейных кремней, они тоже в городе встречаются, и, скажем так, довольно часто. Вот такие зубчатые, да, они для отечественных кремней, такие зубчатые оправы, для того, чтобы их можно было разогнуть, и вот эти зубчики, вставить в них другой кремень, загнуть, использовать дальше. Они встречаются часто. Ну, чаще всего встречаются вот такие совершенно кустарные изделия, изготовленные чаще всего из расклёпанной пули, раскованной. Ну, и вот такие, скажем так, свинцовые пластинки, которые являются, вероятнее всего, сырьём для изготовления вот этих самых свинцовых кремниевых прокладок для кремния оружейного. Ну, просто для примера, вот кремния, то есть также обнаруживаются и во всех других городах, это вот просто для иллюстрации оружейные кремния, обнаруженные при раскопке калужских гостиных рядов. тоже, вероятно, выступали там в качестве товара, потому что они тоже не стреляные, не использованные, следов никакого удара ими об металл на них нет. Интересна находка серии кремней в одном комплексе в жилище, в жилом доме, в его, скажем так, подклетие конца XVIII-начала XIX века, там был, скажем так, обнаружен целый комплекс вещей, связанных с этими изделиями, было обнаружено три таких кремня, на всех этих кремнях были видны явные следы их использования, то есть они все стреляные, явная забитость металлическая кресала. По размеру два кремня можно отнести к ружейным, один к пистолетным, небольшого размера. Также в этом комплексе была обнаружена такая одна свинцовая оправа, пуля и небольшая картечина, скажем так. Видимо, вот здесь жил какой-то охотник, который держал у себя все вот эти атрибуты. Но кремни, как мы видим, тоже, скорее всего, местного производства, изготовлены они из местного сырья, и видно, что кустарным способом. Вопрос о способе имейских изготовлений так бы и оставался открытым, но благо наши коллеги из Липецка при работах на улице Металистов в 2017-2018 году, как раз когда шла массовая реконструкция того, что мы сейчас с вами наблюдаем в окно, в одном из шурфов обнаружили сгоревшую самую настоящую кремнебойную мастерскую, которая, видимо, по совместительству являлась и местом их непосредственной продажи этих кремней, потому что располагалось все это на территории торговых рядов. Располагается это непосредственно возле Кремля, неподалеку от того места, где мы с вами находимся, между Кремлевской стеной и зданием Сбербанка. На космоснимке, наверное, понятнее. Вот профиль этого самого шурфа, в нем четко читается слой пожара, 1934 года, знаменитого пожара, и слой вымостки, которая под ним располагалась, начало XIX века. Из этого слоя пожара, достаточно тонкого, и происходило значительное количество оружейного, пистольного и кресального кремня, который был изготовлен из местного валунного разноцветного, скажем так, кремня, и они были все не стреляны, не носили на себе следов использования, соответственно, были приготовлены на реализацию, и носили все на себе сильное воздействие следов огня, то есть они все были сильно обгорелые, подстрескавшиеся, с утратами поверхности, большая серия оружейных кремней, оружейным они отнесены на основании размера, потому что, скажем так, размеры я показывал вам слайд с таблицами, где они разделяются по метрическим характеристикам на оружейные и пистольные, их, конечно, гораздо больше, это я просто, скажем так, небольшую выборку сделал для демонстрации. Такая же серия более маленьких пистолетных кремней, пистольных, тоже за ним все сильно обгорелые, и серия крупных, трапециевидных, кресальных кремней, которые предназначались, очевидно, для использования их в быту. Ну, бытовое их применение какое? Скажем так, вероятнее всего, это атрибут курильщика, то есть вместе с кремнями в тех же слоях обнаруживается большое количество таких вот лодевидных кресал, и огромное количество курительных трубок из слоёв конца 18-го, первой половины 19-го века, из раскопок в историческом центре. То есть, ну, обычно, скажем так, печь в доме горит в холодное время постоянно, ну, в тёплое растапливается регулярно, а для того, чтобы, скажем так, закуривать трубку, необходимо постоянно иметь с собой, скажем так, кремень и кресала. Очевидно, для этой цели эти самые кресальные кремни производились и продавались. О том, что именно здесь, на этом месте располагалось это самое производство, говорит то, что из нижнего постелающего слоя до пожарного также происходит серия тех же самых, из того же сырья сделанных, схожей формы оружейных, пистольных и крестальных кремней, тоже без следов их использования прижизненного, но не носящих на себе следов огня. То есть, они были потеряны и, скажем так, втоптаны в грязь, поэтому не были найдены во время функционирования вот этой вот самой кремнебойной мастерской. Она существовала в достаточно приличное время на этом месте. На этом же месте обнаружено одно кресало, кресальный кремень с следами использования, то есть, как вы видите, сильная забитость об металл, использовали его долго, потому что на месте его использования образовалась вот такая достаточно глубокая выемка. Но это изделие происходило из ещё более нижнего слоя и к функционированию вот этого производственного комплекса отношения, скорее всего, не имело. Оно просто было потеряно кем-то на улице сильно раньше того времени, когда функционировала вот эта мастерская и лавка. Ну и вот такое большое, скажем так, крупное, увесистое кресало, которое тоже было обнаружено в этом же слое. Представляет из себя кремниевый желвак, видимо, кем-то подобранный, который долгое время используют как кресало, потому что большая забитость об металл, видите, вплавленные искры у него. То есть такое изделие тоже на улице металлистов известно. Ну, скажем так, слой залегания этих находок достаточно однозначный. Всё это, как я говорил, уже происходит слое пожара и предпожарной вымостки конца 18-го, первой половины 19-го века. По историческим картам на этом месте, где располагался шурф, располагались под номером 47, видите, свечные ряды. То есть вполне логично, что изделия, связанные с добычей огня, продаются в лавках свечного ряда. Это вполне логично. То есть видим, что располагаются постройки, строения этого самого свечного ряда как раз на месте, где был заложен данный шурф. Ну вот, видимо, мы получили, скажем так, слой пожара, который и был связан с одним из этих сооружений, в котором располагался наш комплекс. То есть комплекс этот производственный, он прекрасным образом датируется. То есть он датируется, собственно говоря, до дня. Верхняя его дата пожаром 29 июня 1834 года, когда этот комплекс был уничтожен, сгорел, изделия, которые в нем располагались, выпали в слой и были обнаружены нашими коллегами. То есть, в принципе, вопрос о том, было ли производство централизованным вот этого самого кремния из местного сырья для нужд гражданского населения или он изготовлялся каждым для себя, ну, наверное, скажем так, может стать решенным. Существовало, да, определенное производство и мелочная торговля. Ну, вот еще одна из иллюстраций, которая показывает, что, да, непосредственно раскоп, у которого было все обнаружено, как раз находился на месте распространения пожара. И вот в газете «Телескоп» как раз говорится, что свечные ряды в пожаре погибли. То есть, те самые ряды, где происходило это производство и торговля. Что достаточно удивительно, что отходов этого самого производства кремниевого обнаружено было достаточно мало. При 264 готовых изделий было обнаружено 258 единиц отходов кремниевого производства, что ничтожно мало, потому что по свидетельствам современников количество отходов при изготовлении ружейного кремня составляет три четвертых от первоначальной массы сырья. То есть, либо производство было не таким обширным, как мы себе представляем, но здесь этому есть другое объяснение. на примере схожих комплексов при раскопках торговых рядов Пскова мы знаем, что помимо непосредственно мест производства и торговли оружейными кремнями, археологами было обнаружено в этих же самых рядах ямы, которые были заполнены отходами кремниевого производства. Я их так называю дебетажные ямы, то есть все-таки отходы большей частью убирались, собирались и закапывались в специальные ямы. Видимо, просто в раскоп наших коллег эти объекты не попали, если они существовали в тульских торговых рядах, а вот псковским коллегам более повезло, потому что все-таки отходы кремниевого производства достаточно травматичны, это то же самое как битое стекло, от них можно очень легко порезаться, испортить обувь, поэтому совсем мелкие, которые как раз и были обнаружены нашими коллегами, они остались в слое, а отходы крупные, они были так же, как в Пскове утилизированы в специальных ямах. Возобновлялось ли подобное производство в Туле после пожара 1934 года, сказать определенно нельзя, археологически этого неизвестно, но навряд ли, навряд ли, потому что судя по таким документальным свидетельствам от 1837 года в документах артиллерийского департамента скажем так, был объявлен то, что должна быть произведена ревизия запасов ружейного кремня, они должны быть все сопоставлены с существующим на тот момент так называемым ГОСТом, годные должны быть сохранены, а негодные, неподходящие по метрическим характеристикам, должны быть проданы с публичного торга, то есть на рынок для нужд гражданского населения было пущено большое количество запасов ружейного кремня при арсеналах, а учитывая, что в 30-е годы и потом в 40-е уже осуществлялся массовый переход на систему капсульного воспламенения пороха, видимо, такая же судьба постигла и многие запасы годного кремня, который подходил по всем характеристикам к армейскому огнестрельному оружию. еще был вариант, что, скажем так, замечательный комплекс ружейного кремня, который был обнаружен при раскопках под одним из бастионов Замостского замка, в середине 19-го века кремень там был просто выброшен в все запасы просто из окна бастиона под крепость, потому что надо с ним отпало, переход на уже другую систему вспламенения сделал эти запасы абсолютно ненужными и бесполезными. Ну вот такой я постарался сделать общий обзор этого производства, конечно, очень краткий, потому что тема очень интересная, многогранная, имеет даже для нашего государства достаточно большой пласт источников, они в большинстве в своем еще не введены в научный оборот, и источников археологических, которые до сих пор лежат в музеях и археологических коллекциях не описаны и пока не опубликованы, но работа продолжается, надеюсь, еще выступить перед вами с новыми результатами. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ